Всем привет! С вами как всегда Алла и Женя Панюта. И попробовать, какой же он отдых на большом таком озере. А для этого мы приехали в Волынскую область, а конкретно Нашатские озера. В Украинской область все больше и больше. Зменився кадр, Алла была в платочку, а сейчас в кофтиночке. Так как погода нас сегодня не радует. Витре, ну что ж поробишь, а в ночи даже дощ был. А взагалі, мы сейчас находимся на озере Свитязь, хотя на Шатских озерах я читала, что близко 30 озер. Якось так. Давайте расскажем вам тише и тише про озеро Свитязь. Таки да, Шатские озера, это вам не одно, не два и даже не три озера. Это целый комплекс водоемов, который состоит, кажется, из 30 озер. Но первый пункт нашего посещения стал именно поселок Свитязь около озера Свитязь. А почему же Свитязь? Да потому что это самое большое озеро из Шатских озер и не только самое большое, но и самое глубокое. В общем, мы свое путешествие решили начать именно со Свитязя и посмотреть, какой же он здесь, этот отдых на озере. Что-то много, повторяется слово озеро, но вы же помните, я тавтологист, так что озеро, 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 озеро. И вот как раз сейчас перед собой вы видите озеро Свитязь. К слову, его площадь составляет около 27 квадратных километров. Да, здесь имеются камыши, но не везде. Мы просто, если честно, отошли немножко в сторонку, чтобы на пляже было поменьше людей. А вообще, вот это вот центральный пляж поселка Свитязь, около озера Свитязь. Но мы к нему еще подойдем поближе. А пока хочу сказать, что вчера мы уже испытали с Аллой центральный пляж Свитязя. Но сегодня с утреца решили найти какой-то дикий пляж на этом озере. Если честно, обколесили вот это озеро прям вокруг-вокруг, оттуда выехали, вот так объехали и назад же вернулись. И я вам скажу, попробую еще найти какой-то дикий пляж, именно чтобы туда был подъезд на машине. Короче, открыли карты, смотрели буквально все подъезды дорогами, чтобы подъехать как можно ближе к воде. Не знаю, приехать, открыть багажник, рядом расстелить какое-то покрывальце, подстилочку и отдыхать. Так вот, не подъедете вы так. Ты такой подъезжаешь, думаешь, вот есть дорога, а там стоит какая-то база отдыха. Ты меняешь локацию, подъезжаешь, там очередная база отдыха. Либо какой-то то ли дачный поселок, то ли коттеджный поселок. В общем, обколесили-обколесили, ничего не наколесили. Конечно, между некоторыми базами отдыха мы все же нашли такой проходик, похожий, как был в этом, в Бердянске, что ты можешь пройти к озеру. Да, людей там поменьше, но машину все равно ты, получается, оставляешь просто на дороге за базами отдыха. Короче, покатались-покатались и просто вернулись на этот же центральный пляж. А пока катались, если у вас вдруг возникнет такая же идея обколесить свитязь вокруг, предупреждаю, наверное, полпути это будет хорошая асфальтированная дорога. Прям такое ощущение, что ее недавно положили. Ну, а половина дороги это часть грунтовки, не грунтовки, а даже песчаной такой дороги. А часть это просто щебнем высыпано. Но зато мы там катались, искали этот дикий пляж, самого озера не видели, видели деревья. Но зато природа, свежий воздух, машины попутные нам попадались редко, хоть и попадались. В общем, хоть мы и не нашли толковый дикий пляж с подъездом к воде, но мы нормально с Аллой провели время. Нам бы нравилось кататься. Так что знайте, если захотите какого-то уединения, пляж такой найти можно, но только пешочком. Нозами потопать надо. А пока я иду и топаю ножами, я думаю, вы обратили внимание, что Алла там такая уже махонькая букашка далеко стоит. Сколько я отошел? Ну, метров уже, наверное, 150 от берега. И знаете, покуда мне вода? Вот аж посюда, по коленке. Очень мелкий заход. Но зато вода прозрачная-прозрачная. Это я просто иду и поднимаю немножко песочек. А так, конечно, я не знаю. Такой прозрачной воды на море мы не видели, что она прям... Ну, никакого такого особо оттенка нет именно в этой локации. Ты просто видишь просто желтый песок. Я думаю, на видео видно. А вообще, чтобы добраться до глубины, вам нужно будет потопать так значительно. Я вот все дальше и дальше отдаляюсь, но глубина особо не набирается. Здесь порядка, я не знаю, наверное, метров 300 нужно отойти, чтобы вам стало там по пояс, либо по пупок, скажем так. И вы можете сказать, так как тут купаться? На пузе что ли ползать? Нет. Чтобы дойти до хорошей глубины, вам нужно значительно и значительно отойти вот в ту сторону подальше от берега. Так что здесь вырисовывается небольшой такой минус. Если вы конкретно идете сюда, чтобы вдоволь накупаться и желаете это сделать, например, со своей второй половинкой, то нужно идти, не знаю, с минимум вещей. То есть подстилку взяли, да и все. Наверное, идете сразу в этих плавках, купальниках и купаетесь. Никаких, ни телефонов, ничего не брать. Потому что, если вы зайдете вот туда подальше и начнете плавать, первый момент, вы можете просто не увидеть, что к вашим вещам кто-то подошел и что-то там уже взял, не дай бог. А даже если увидите, ну-ка, марш-бросок в 300 метров или во сколько там, чтобы добежать до берега. В общем, это такое, есть небольшой минус, напоминает чем-то, как было в том же Геническе, либо Геническая горка. Там тоже далеко нужно было пройти. Но знаете, что здесь лучше, чем в Генической... Не, не в Генической, в Генической конкретнее. В Генической горке там море было чистое. Здесь нет никакой, ни комки, ничего такого. Просто чистая, прозрачная вода. И я вот уже себе намочил шорты. Знал бы, уже пошел без шорт. Но зато вода не соленая, просто пресная. А, так вот, думаю, что-то еще хотел рассказать. Пускай вот такая небольшая глубина не вводит вас в заблуждение. Дело в том, что если, не знаю, отойти, отплыть подальше, здесь есть места, где глубина этого озера Свитязь достигает 58 метров в глубину. А это глубже, чем в том же Азовском море. Вот такие дела. И теперь я, кстати, понимаю, почему, когда мы катались по поселку Свитязь, очень много есть этих рекламок в плане услуги по занятию дайвингом. Я еще, Аля, говорю, а смысл здесь заниматься дайвингом в озере? Теперь я понимаю, какой смысл. Если там глубина 58 метров, почему бы и нет? Да еще с учетом того, что вода такая прозрачная. В общем, вы поняли, что большая глубина здесь есть, но все же около берега это будет вот такое мелкое озеро. Причем неважно, вы отдыхаете конкретно возле центрального пляжа поселка Свитязь, либо же прокатаетесь вот в ту сторону. Мы, кстати, там же подошли к озеру. Просто не подъехали близко. Так вот, такой же заход абсолютно, только больше камышей было. Именно в той локации, что мы приехали. Сотябуло. Это прибой. Я думал, рыба. А то же здесь много рыбы в озере Свитязь. Но все же у такого мелкого озера около берега есть и свои плюсы, которые сразу же вырисовываются. Это отличное место для отдыха с детьми. Прям, я не знаю, ну первые метры вообще там до коленки или достает эта глубина. То есть детей можно спокойно отпускать, сидеть себе на бережку, загорать и просто наблюдать, не переживая, что там есть какая-то яма, либо что-то такое. В общем, отличное место для отдыха с детьми. Знайте это. Ну а если вы, конечно, приехали сюда отдыхать без детей и любите купаться на глубине, то у вас остается первый вариант. Это просто далеко идти, чтобы стало поглубже. Либо же переехать на другое озеро. Благо, Шацкие озера. Напоминаю, это целый комплекс озер. Говорят, что песочное, очень популярное озеро здесь, оно поглубже, то есть самая большая глубина. Не глубже, чем с Витязь, но именно конкретно заход резче начинается глубина. Мы обязательно еще прокатаемся на это озеро. Так что, чтобы не пропустить, вы знаете, что нужно сделать. Лайк, подписка. Лайк, подписка, это дзвеночек. А я тем временем все больше и больше увлекся заходом на глубину. Прошел вот такое расстояние и знаете что? Так, короче, просто шорты намочил. И еще даже до причинного места не достал. Вот так здесь набирается плавно глубина. И то, я вот дальше, наверное, на камере не видно. Еще виднеется песок, то есть, я не знаю, видно, там есть буйки. Вот подозрение, что только за буйками что-то такое, конкретная глубина начнется. А вообще, из развлечений здесь можно арендовать катамаран и рассекать вот по озеру. Также, около берега часто сдаются лодки. Можно арендовать лодку и себе там тоже поплавать. Вон, кстати, лодка. Искал, искал, нашел. Еще здесь, вон вдалеке вижу какого-то кайтсерфера. А что? Ветер сегодня есть. Волн особых нет. То есть, можно себе отлично, как это, колесить, серфить. Я же помню, да, кайтсерфинг. Так, серфить. Нет здесь разве что какого-то там банана, либо таблетки. Ну, думаю, не настолько актуально будет. Тем более, этим водным мотоциклам вряд ли особо удобно подъедешь именно к берегу. А заходить на бананы где-то с глубины неинтересно. В общем, таких развлечений здесь нет. Но вот лодки-катамараны, кайтсерфинг здесь есть. И, кстати, вчера же был дождь. Такой хороший ливняка ночью отбарабашил. Температура сегодня снизилась. Снизилась градусов на 5, так точно, а то и больше. В общем, вчера же рюка стояла, а сегодня днем максимум 23 стояла. Жара или что, температура. Так вот, неважно. Из-за того, что при заходе такое мелкое озеро, оно очень и очень теплое. Прогревается просто отлично, комфортно купаться. Мне так сподобалось с вами разговаривать. До речи, дуже цікавий факт про меня. Я дуже люблю тепло. Дуже, это просто цель не передати. Как же я с вами не могу поделиться про теплоту озера? Воно настолько теплое. Воно просто теплюсенькое, не зважаючи на цю погоду. Кажу честно, вода зашибись. Ну хоть снимать ухом. Вот видите, есть подтверждение моих слов. Алла насчет температуры врать не будет. Друзі, знаете, в чем перевага відпочинку в одній локації декілька днів? Это то, что видео можно снимать в развалочку и не торопясь. Это уже наступил следующий день отдыха на озере Свитязь. Вчера как-то под вечер испортилась погода. Короче, то дождь, то ветер. В общем, давайте уже сегодня вам покажем, какой он из себя центральный пляж в поселке Свитязь на озере Свитязь. Итак, непосредственно сам пляж, а именно зона отдыха, где можно разместиться со своей подстилкой, состоит здесь из двух частей. Первая – это вот такой мягкий песок, а вторая зона – это обычный газон, трава. И по всей береговой линии пляж пересекается. То песок, то трава. Я вам скажу, отдыхающие, когда приходят на этот пляж, наверное, поровну размещаются. Часть располагается поближе к воде на песке, а часть просто вот там на траве загорает. И, кстати, не обращайте внимания, что сейчас на пляже, кроме нас, с Салой никого нет. Просто на часах. Начало девятого утра, и народ просто еще не вышел отдыхать. Да если и честно, и погодка же немножко испортилась. Мы, например, утром, когда шли к озеру Свитязь, чтобы понаслаждаться видом, послушать небольшой прибой из-за ветра. Я надеюсь, вам слышно. Прибой есть, короче, шум есть. Так вот, мы когда сюда шли, на градуснике было 13 градусов выше нуля. По Цельсию. В общем, прохладненько так. И это с учетом того, что вчера днем температура была 24 градуса. Когда мы приехали позавчера на озеро, температура что-то доходила до плюс 30. Но сегодня, конечно, по прогнозу плюс 21 максимум. Так что имейте в виду, если будете ехать на отдых на озеро Свитязь, или вообще на Шацкие озера, помимо купальника, плавок, шорт, футболки, берите какие-то теплые вещи. Это я, человек северный, мне нормально и комфортно. Но, как видите, теплолюбивая Алла уже сидит в кофточке. И я вам скажу даже, сколько там, неделю или две недели назад здесь отдыхала моя сестра Наташа со своей семьей. Так вот, они тоже сюда приехали отдыхать, как туристы, отдыхающие чисто в этих, ну, футболки, шорты, просто в легких вещах. Так вот, дубак здесь был. В общем, погода такая переменчивая. И на всякий случай, будьте к этому готовы. Но давайте все же дальше прогуляемся по этому центральному пляжу. Ну, как видите перед собой, здесь есть в наличии вот такие стационарные зонтики. Есть в достаточном количестве переодевалки. Также много лавочек. Около каждой лавочки, наверное, почти, или точно около каждой, есть мусорка. Так что пляж поддерживается в чистоте не только из-за того, что его убирают, но и благо люди наши не мусорят, культурно отдыхают. Дальше. На пляже имеются разнообразные развлечения. Вот вам аттракционы. За этими аттракционами дальше есть бильярд, настольные игры. Вот зона для пляжного волейбола. Также здесь очень много кафе. Причем кафешки располагаются друг от друга, ну не знаю, метров 30, наверное. Ну, очень близко. Их очень много. И то, помимо этих кафешек, есть такие, как назвать, мафы, будочки, где есть обычный стритфуд. Можете купить там какой-то лаваш, хот-дог, что-то такое. Ну и куда же без молоденькой, свежей, сочной кукурузки. Здесь такое тоже носят. Также очень популярные местные пончики. Единственное отличие, что если вы отдыхаете на море, то вот эти продавцы носят вкусняхи всякие в контейнерах, термосумках, то здесь продавцы перемещаются на велосипедах. И это неудивительно, если честно. Мы вчера, когда решили обколесить озеро Свитис, то, наверное, по кругу у нас весь путь занял порядка 35-40 километров. А теперь представьте, это все ножками обтопать. Они же явно носят не только на этом центральном пляже. Есть еще куча пляжей около базотдыха. Так что велосипед здесь для продавцов это must-have, как говорится. Еще на этом пляже есть вот такой спасательный пост. Правда, если честно, я как-то не обратил внимания. Там кто-то постит, так сказать, есть ли спасатели на дежурстве. Просто если, когда мы отдыхали в Черноморске, то спасателей мы видели, и конкретно их в работе видели, то здесь то ли я не обратил внимания, то ли пост есть, а дежурят где-то там вот за стеклом. И просто не видно спасателей. Еще я говорил про переодевалки. Вот смотрите, вот одна, вот вторая. Очень близко. Давайте переместимся. Правда, вот здесь такой ручеек. Можно вот здесь по мостику перейти. Но куда нам мостик? Мы так залезем. Сейчас, секунду. Опа! О! А сейчас мы вот подошли к месту, где можно взять в аренду катамаран, лодку. Вот видите, сколько лодочек здесь. Вот еще катамараны. Можно, кстати, в аренду взять яхту. Это, кстати, яхта от нашего отеля. Ее стоимость аренды составляет 800 гривен. Можно арендовать и обколесить все озеро Свитязь. О! Теперь давайте поговорим о стоимости аренды жилья на озере Свитязь. Конкретно в поселке Свитязь. Итак, жилье в частном секторе здесь можно арендовать от 100 гривен с человека в сутки. Я видел предложение, когда двухместный номер сдается за 200 гривен. Но и то эта цена может понижаться, если вас приезжает большая компания. Либо компания, либо большая семья. Например, я видел предложение, когда в аренду сдавался небольшой дом на восьмерых человек, если не ошибаюсь. Так вот, общую стоимость не помню, но запомнилось, что цена на человека составляла 68 гривен. В общем, бюджетное жилье здесь есть, но также же можно располагаться на базах отдыха, в пансионатах с полным пансионом, либо же в отелях. Мы конкретно арендовали для себя отель. И вы же помните, да, что мы с Аллой такие спонтанные путешественники и заранее ничего не планируем. Даже вот эта поездка на Шатские озера у нас была спонтанная. Но, конечно, в этот раз мы жилье забронировали заранее перед выездом. Ибо знали, что, конечно, перемещаться между озерами мы будем, но нет смысла арендовать жилье в разных населенных пунктах. Ибо они здесь очень близко. Нам проще в одном месте расположиться, а дальше уже кататься на автомобиле. Так вот, при выборе отеля основные критерии, которые у нас были, это близость к центральному пляжу, по катушке, по катушками. Но вот выйти и конкретно отдохнуть на пляже, охота пешочком, а не куда-то ехать. Первый момент. Второй момент, чтобы рядом был какой-то рынок, кафе, где можно было перекусить. И в идеале мы хотели бы еще себе завтрак. Потому что мы обычно позавтракаем и как учешем куда-то отдыхать. Так вот, выбор наш пал на отель под названием Нестер Хаус. Даже не отель, это можно назвать отельный комплекс. Сейчас скажу сразу, при выборе жилья мы не пытались найти какой-то бюджетный вариант, а изначально смотрели жилье с ценой выше среднего. Итого, наш двухместный стандарт в отеле Нестер Хаус нам обошелся в 1500 гривен. Но в эти 1500 гривен в сутки входит еще и завтрак на двоих. Но для начала давайте посмотрим номер, а потом уже расскажу все остальное. А вот и наш двухместный стандарт. Обзор, как всегда, начнем с прихожей. Вот это у нас входная дверь. Дальше в прихожей видим вешалочки. Это наши вещи. В наличии также имеются банные тапочки. Разворачиваемся и видим сам номер. Здесь у нас две односпальные кровати, но стоят они вместе, а значит как большая двуспальная. Имеются ортопедические матрасы. Вечером проверим. По каждую сторону есть по тумбочке. А на эту сторону холодильник, телевизор, спутниковое ТВ. Извини телевизор, снова тебя не включим. Есть кондиционер, очень пригодится летом, все равно жара. Но еще, помимо кондиционера в этом номере есть батарея. А значит в этом отельном комплексе можно отдыхать и зимой. Не замерзните, если что. Можно приезжать, оздоравливаться. И теперь, если в прихожей повернем направо, попадем в санузел. Здесь у нас вот такая душевая кабина. Это у нас стекло. Унитаз. Зеркало. И, конечно же, умывальник. Из того, что нам понравилось в этом отеле, это наличие собственного ресторана, где можно позавтракать, пообедать и поужинать. И, кстати, когда мы приходим на наш включенный завтрак, то это не значит, что вы пришли, что вам положат в тарелку, то и кушаете. Нет, вам предоставляют выбор. Например, это может быть яичница с беконом. Омлет. Так это и есть омлет. Ну да, пускай будет омлет. Есть овсянка. Еще был чизкейк или сырная запеканка. Это то, что вам, так сказать, вынесут. А еще вы, как шведский стол, можете взять себе там сыр. Нарезка. Нарезка. Хлеб, печенька. Кофе и чай. Кофе и чай, да. Ну то есть вот позавтракать нам, кстати, от пуза. Также этот отель имеет большую ухоженную территорию, где есть альтанки, беседки, качели, зона барбекю, где можно на мангале пожарить шашлык, рыбу, мясо. Детская зона. Да, детская зона, детская площадка, есть детский бассейн. Но, кстати, если вам станет обидно, что дети купаются, а вы нет, возле детского бассейна есть шезлонги. Можно просто лечь, загорать и наблюдать за своими детьми. Ну, кстати, для такого семейного отдыха с детьми очень такой прикольный отель, да? Да. Есть где разгуляться. Еще понравилось наличие двух парковок, потому что мы приехали отдыхать, а оказывается отель забитый под завязку. И мы думаем, а куда ставят нашу машину? Нет, там есть две парковки, причем та, что передняя, я не знаю, что туда все прутся. Она прям заставленная-заставленная, а если отель объехать с другой стороны, то там место хоть по... Да, я хотел сказать, хоть по поезжуй. Ну, много места, в общем. Так, что-то я отвлекся от обзора центрального пляжа. Вот, мы только что сидели на вот этой лавочке. И потом только обратили внимание, что здесь есть вот место для курения. Наверное, из-за этого мы не видели бычков вот там в песке. Культур не лютый. Ходят и палят тут. Дальше. Я говорил, что и здесь очень много кафешек. Вот видите, вот одна и вот уже вторая. Так вот, около кафешек можно взять в аренду шезлонги. Видите, какая стопочка стоит. Не обязательно размещаться чисто на подстилках. Можно все-таки взять в аренду шезлонг. А вообще, я вам скажу, если бы мы не посмотрели вот сюда и не увидели, что мы отдыхаем на озере, а смотрели на пляж вот только под таким углом, то можно подумать, что ты на море. Зондики, переодевалки. Вот там вдалеке водные аттракционы. Прям как на море. Вон там еще ребенок уже скачет на батуте. Такие развлечения я обычно только на море видел. Но, кстати, у озера есть свое преимущество по сравнению с морем. Это то, что когда вы пошли и покупались, то не обязательно потом бежать в душ, чтобы смыть соль. Здесь все же ты купаешься в пресной воде. А значит, на пляже можно отдыхать целый день. Не будет никакого дискомфорта, что там кожу стягивает, я весь соленый. В общем, озеро это тоже круто. И еще немаловажный момент. Это то, что на этом пляже есть в достаточном количестве биотуалетов. А это, в свою очередь, обеспечивает чистоту озера. Ибо не будет, как на море, что все бежат в море и делают свои дела там. Да и здесь, кстати, далеко придется бежать. Так что хорошо, что туалеты здесь есть. Также, если вы не желаете питаться в кафешках, либо молоденькой сочной кукурузкой на пляже, буквально напротив центрального пляжа располагается рынок, где можно купить... Да все, что хочешь, там можно купить фрукты. Мы там рыбу покупали. Причем мы сидели в кафешке. Мы, конечно, заказали там пенный квас и сулугуни с сыром. Но там без проблем восприняли, что мы купили на рынке свою рыбу, так сказать, и сидели со своей рыбкой. Ладно, я что-то там упомянул еду. И понял, что я что-то уже голодный. Сейчас вернемся в наш отель, позавтракаем. И продолжим наш отдых на озере свитять. Ну что, хлопцы да девчата, вы решили мы активно отпочитить на озере свитять и взяли в аренду ось такой човник. Вам, мабуть, не дуже видно, так? А ось и мой пассажир Алла. Сидит просто, насолоджается. И загорая в кафтинеце. Что я вам скажу? Прикольное ощущение. Мы просто последний раз с Аллой катались на лодке, плавали на лодке последний раз в Киеве, в Пущеводице, в примерно 2014 или 2015 год. А после того все, на лодочке я не плавал. Так что теперь наслаждаюсь. У меня Apple Watch аж сами распознали, что я тут занимаюсь греблей. Так что у нас не только тюленячий отдых на морях и озерах, но и активный. Да-да-да. Поначалу у нас идея Икс была доплыть вот до этого острова посреди озера Свитязь, площадью 7 гектаров. Но что-то наша идея Икс сорвалась, да? Да, это все из-за ветра. И да, идея наша сорвалась тупо из-за ветра. В ту сторону, если плыть, нужно гребти против ветра, ты вроде бы и быстренько плывешь-плывешь, останавливаешься, передохнуть, понаслаждаться, поделать фоточки, и ты уже около бережка. Тебя ветер и прибой назад принес. В общем, мы тут уже туда-сюда катаемся, махаемся. Я махаюсь. Если что, я использую два весла. Это сейчас нас просто из-за прибоя и ветра крутит, то влево, то вправо. Так я одной рукой тут рулюю. Ну вот опять, казалось бы, немного с вами пообщался, и все, уже смотрю, за моей спиной катамараны плавают. То есть нас прибило поближе к берегу, к этой мели, где все купаются и плавают. И все, весла, зубы и масла обратно. Ну, то есть обратно, ближе к какому-то там центру озера. Нам до центра еще в идеале пилить и пилить. Так что, если приедете на свитязь и захотите поплавать на лодке и особенно доплыть вот до того острова, берите лодку, когда будет штиль и не будет ветра. Ладно, ветер. Ветер мы еще поборем. Тут волны такие поднимаются, чем дальше вы от берега отплываете. Что у нас какая-то небольшая ассоциация, как мы на скорости на Джорылгач плыли. Помните, вот там кораблик болтыхало. Вот и нас так. Что лодочку болтыхает. Что бывает, как нос, лодки, брызги поднимают. У меня уже футболка, шорты, все мокрые. Я то веслом себе брызг наделаю, то сам, вечно хочу сказать, кораблик, то сама лодочка нам набрыщет. О, кстати, что по ценам. Аренда такой лодки вам обойдется в 60 гривен в час. В эти 60 гривен входит бесплатно аренда вот таких. Не аренда Аллы. Аренда спасательных жилетов. Я думал, что жилеты будут платные, а сказали не. Только в Египте они платные. Только в Египте платные они в этом. В Шарм-эль-Шейхе. В Хургаде давали бесплатно всегда. Это все шарм. Немножко наглый. Так вот, из-за того, что мы не знали, сколько мы будем плавать, у нас же планы были на остров. Получается, мы оставили залога 200 гривен. Нам написали время, когда мы стартанули. И потом просто по прибытию, посчитаю, сколько времени мы были, хотел сказать, в море, в озере. Отнимут, посчитают и дадут нам сдачу. Сдачу в смысле деньги. Они набуцают нам. В такую ветреную погоду лучше берите в аренду либо катамаран, или же, если вы умеете заниматься виндсерфингом, вроде бы ж так называется, вот это прям идеальные условия для вас будут. И, кстати, на фоне еще, на камере, наверное, всяк так видно, эти кайтсерферы. А вообще, вчера вечером, как поднялся тут такой дурной ветер, ну, сильный ветер, так виндсерфер здесь растекал, как, не знаю, стритрейсер в фильме форсаж. Итого часы мне уже говорят, что греблей я занимаюсь уже порядка 50 минут, так что нужно еще немножко погребсти, доплыть до спасательного поста, оттуда мы стартовали. И будем дальше. Я, наверное, отдыхать буду. А ты что будешь делать? Окупаться. Вообще-то да, мы купаться пойдем. Правда, как видите, что-то погода в последние дни не особо радует. Приехали жара, потом дождь, похолодало немножко, а сегодня вообще что-то вроде бы по прогнозу должно было быть солнечно. Ага, вот видите, как солнечно. Зато водичка теплая, Алла говорит. Теплая? Да. Да? Даже в такую погоду теплая водичка. А знаете, что мы сейчас делаем? Переворачиваем. Ныряйте сюда, я сам поплыву. Не? Не? Такую радость я тебе не предоставлю. О, проплываем буйок. Опять мель, ну, серьезно, вот уже буйок. Так, Женька погреб, встретимся через мгновение. Ну что, ребята, наконец-то на третий день отдыха я нормально покупаюсь в озере Свитязь. Просто до этого все дни, что мы отдыхали здесь, мы заходили в воду максимум по пояс, не дальше. Может, кто-то не поверит в это и скажет, так а что ты сюда приехал? Скажу честно, за тот месяц, что мы отдыхали на морях в нашем туре по морским курортам Украины, мы так накупались и наплавались, что когда приехали на Шатские озера, для нас больше был отдых, когда мы наслаждались природой, катались по разным местам, гуляли около леса, деревьев, да и просто сидели на берегу и слушали конкретно сегодня звук ветра, но до этого был какой-то звук прибоя. в общем, наконец-то я это сделаю. А вообще, напишите в комментариях, когда вы едете на отдых, неважно, на озеро, на море, то чему больше вы уделяете внимание, именно купанию в воде, либо просто полежать, позагорать на пляже, или же послушать шум прибоя. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. А тем временем я зашел в воду уже по грудь и местами по шею, смотря как волна с водичкой прибьет. Так вот, вот такое расстояние вам придется пройти от берега, чтобы вам стало по шею, скажем так. И то, чтобы еще ой, дальше окунуться и нормально поплавать, чтобы так сказать с головой, нужно будет еще пройти вперед. Подозреваю, что прям до буйков, около которых мы сегодня плавали на лодке, и кстати, казалось бы, на улице сегодня стоит такой ветер, солнце то есть, то его нет, то оно ныкается за тучками. Ну, когда именно на берегу стоишь, то бывает так аж зябко. Пока я сегодня летал на дроне, Алла вообще теплые вещи с собой не взяла, но воспользовалась лайфхаком моей сестры Наташи. Взяла полотенце, которое мы брали с собой, чтобы вытираться и просто в него замоталась. Так вот, казалось бы, на берегу немного прохладно, но когда заходишь в воду, за вот эти все дни, да на такой глубине, она настолько прогрелась, что вообще очень комфортно. У меня, конечно, термометра нет, чтобы проверить точно температуру. Нужно будет как-то приобрести, но очень тепло. Еще бы, если бы ветер не дул, вообще бы ляпота стояла. И, кстати, по поводу прозрачности воды, очень она здесь прозрачная, просто очень, от слова очень. Если бы еще солнце, вот хотя бы на секундочку выглянуло, просто даже вот в таком положении я стою, ну, почти по шею, я спокойно вижу свои пальчики на ногах, причем отчетливо вижу. Правда, на дне сейчас, конкретно в этой локации, где я стою, какие-то, ну, какой-то ил, то ли чуточку водорослей. Они темные, и на их фоне вообще так четко видно пальцы. Так что прозрачность в Свитязе, дай боже, как говорится, не каждое море может потягаться. Ну, разве что Красное море в Египте может потягаться с прозрачностью озера Свитязь. Правда, вот такая погодка все же повлияла на количество людей, что в воде, что на пляже. на часах сейчас кажется 4 часа, начало 5-го. Казалось бы, в это время только и нужно отдыхать на пляже, как раз не сгоришь, нормально, загоришь и покупаешься, но нет. Все-таки погода взяла свое и многие, наверное, сидят по своим базам отдыха. Или же просто в эти дни туристов стало чуточку меньше. Просто когда в первый день мы сюда приехали, так этот пляж весь забитый просто был. Вот там улица, которая идет около пляжа, там по обочине есть организованная парковка, машин стояло, просто все щели были забиты и людей на пляже хватало. Но, конечно, с каждым днем, когда вот эти тучи закрывают солнце, а ветер все дует и дует, людей понемногу сдувает и сдувает. Ладно, хочу уже наконец-то вдоволь накупаться в озере Свитязь, а с телефоном делать это не совсем удобно. Так что я его сейчас возвращаю Алле, сам возвращаюсь, купаюсь вдоволь, а потом заманиваю сюда Аллу. Просто у меня подозрение, пока она сидит вот там на берегу и сторожит вещи, которые я потом буду сторожить. Она может сказать, что что-то стало очень прохладно, чтобы купаться, но нет, заходишь в воду, она по ощущениям теплее, нежели температура воздуха и наоборот, купаться очень комфортно, тем более комфортнее просто окунуться вот так в воду и все, и не вылазить, чтобы ветер тебя не обдувал. Ну что, мой прогноз сбылся, я вдоволь накупался, вышел с воды, говорю, Алла, иди купайся, вода просто песня, говорит, нет, я такую песню не слушаю, Алла думает, что на улице вот такая прохлада и там некомфортно, да там очень комфортно, вода просто чай, и кстати, я вам скажу, что, чай, спорим? Да, хорошо, пошли, но пока ты выйдешь того чая до берега, это кстати да, я записал вам видео, пока вышел на берег, я уже устал, потом пока зашел обратно, туда кстати идешь нормально, ты такой в кайф идешь, потому что ты идешь купаться, а когда уже накупался, вот эти, я не знаю, метров, ну, 300 там есть или нет, мне кажется, что есть, может и нет, ну, тяжело как-то возвращаться, долго, не то, что тяжело, оно не тяжело, оно как-то нудно, я привык, покупался, вылез, и ты уже на берегу, а здесь такого нет, так вот, треба придумати лайфхак, как туда можно идти и с полотешком купаться, и потом укрыться, и... Да, надо эти стойки с веревками, да, полотенце вешаешь, прищепочка, и покупался, вытерся, это... лайфхак будет, видимо, треба сейчас придумать, и это, доску для серфинга, покупался, залез на доску, и к берегу, к берегу, к берегу, при... что? При серфил, в общем так, и кстати, хотел сказать по поводу цвета воды, вода везде прозрачная, но если вы заходите около берега, она имеет оттенок йода, или что? Водоросли там, не, ну там чуть-чуть водоросли, ладно, но там, если ты зайдешь, либо вот тут слева водоросли нет, но там, ну вот оттенок, речной такой оттенок, желтовастенький, коричневастенький, как разбавленный йод, неважно, дальше ты проходишь, она становится такой, какой? Какой-такой? Ну уже не йодового цвета, более бесцветная, а вот чем дальше заходишь, тем она такой приобретает зеленоватый оттенок, и мне чем-то напоминает этот самый, Азовское море, правда, вот по цвету что-то мне Азовское море, правда, конечно, когда плаваешь что-то с непривычкой, ты такой, ну особенно, когда ныряешь, выныряешь, и так, а где соль? А соли нет, все пресное, ну кстати, я же ж ныряю всегда без маски, вообще в кайф, ныряешь, все видно, причем, я же заходил, что мне было там уже, выше шеи, ты на воду ложишься, глаза открываешь, и видишь дно, вода очень прозрачная, очень теплая, Алла, ты пожалеешь, хотя нет, Алла не пожалеет, мы же завтра едем на озеро Песочное, вот там я ее по-любому затяну, спорим, ну притоплю, не, ты мне и что нужна, ой, вкусные волосы, кому надо, обращайтесь, ой, ладно, сейчас вернемся в наш отель, нужно переодеться, даже не то, что переодеться, нужно что-то приодеться, а то что-то прохладенько, а мы желаем еще вернуться на этот пляж, не из-за того, что еще раз покупаться, мы уже тут присмотрели, какой день кафешку, мы туда вернемся и и вкусные волосы, будем отдыхать, может быть, попробуем заказать кальян, просто в первый день, когда мы приехали, мы кальян заказали, нормально посидели, вчера хотели заказать, благо нам кальянщик, парнишка говорит, типа, я вам то сделаю, вы за него заплатите, к слову, 250 гривен стоит кальян, говорит, я вам его сделаю, но из-за такого ветра сейчас уголь и табак сгорит, и вы такое, 5 минут посидите, в общем, кстати, нормально, можно же было с вот этих приезжих туристов бабусики содрать, но здесь не содрали, что приятно, в общем, я не знаю, этот ветер даст нам сегодня возможность, или не даст заказать кальян, но по обычаю посидим, пенный квас попьем, да, пенный квас, кстати, нам приглянулся, может быть, кто-то встретит, здесь не разливное пиво, именно в кафе, хотя, есть здесь магазины с разливным пивом, но, бутылочное, походу, не знаю, блин, веселый, веселый батяр, может разливное, но называется, веселый батяр, или веселый батер, куда ударение, не знаю, но, что-то нам понравилось, вот этот пенный квас, если вы понимаете, ну, пенный квас, а так да, а потом что, посидим, да и пойдем в отель отдыхать, кстати, у нас такая, не печалька, не привычный момент, мы, когда отдыхали на море, я то постоянно встаю рано, вы же это помните, да, Алла, то может поспать до 8, до 9, до 10, но ложились мы всегда стабильно, поздно, что на море на отдыхе, что дома, дома тем более, 12 вечера или ночи, час ночи, это для нас обычный такой период, для отхода ко сну, то здесь, нас, наверное, пол девятого уже вырубает, мы такие спать хотим, как не знаю что, у меня подозрение, что это все из-за перенасыщения кислородом, в Киеве мы дышим выхлопными газами, а здесь все-таки куча деревьев, куча кислорода, тем более, мы когда катались вот этот, поселок Пульму, ну как-то, там очень много сосновых деревьев, они же очень прям кислородные, кислородные, в общем, рубают нас спать, спим мы много, как дети, в смысле много, мы вырубаемся рано, но мой организм говорит, типа, тебе хватит 6 часов, по обычаю, или там 7, и Женя, то в 3, то в 4, открывает вот такие глазюки, и смотрит, как Алла дальше спит, но благо я сегодня проснулся, видео монтировал, а так просто смотрю в потолок, даже солнце еще не встает, шо за это, неподобство якесь, кстати, а вы на отдыхе рано ложитесь спать, или нет, это только мы такие, да, наверное, только тут так, ну только тут так, только тут так, а вообще напишите, как вы обычно ложитесь спать, именно на отдыхе, может вас тоже, вот это озеро, море, так, вытягивает всю энергию, что вы тоже, как младенцы, брик, и ложитесь спать, да, ладно, будем мы дальше, как делать наши запланированные дела, и вы ж поняли, да, что завтра мы едем на озеро Песочное, а может еще по дороге, и другие озера захватим, посмотрим, что да как, так что вы поняли, да, чтобы не пропустить следующие выпуски, нужно что сделать? Лайк, подписка и дзвеночек, все, всем пока, до скорых встреч, пока,